Сегодня современные школьники изучают азы географии зачастую отнюдь не по учебникам и не по атласам. Гораздо проще, например, узнать о городах и странах из роликов на YouTube или по двухнедельному отпуску, например, в Турции. Но это все не про нашего героя. Островная дуга, геосфера, термокарст, криотекстура. Для многих людей эти слова просто набор звуков. Но для десятиклассника Дениса Рыбчука это вполне понятный язык, язык географии. На нем молодой человек научился разговаривать еще задолго до появления этого предмета в школьной программе. Отец Дениса окончил географический факультет БГУ, поэтому семейные разговоры и споры зачастую были не о футболе, а о географии. Центральное место в квартире занимал не семейный портрет, а карта мира. Так у парня появились и любимые географические темы. Если брать географию, то мне больше нравятся географии, связанные с людьми. А если брать еще более точно, то это урбаническая география городов, как они живут и что у них работает. Участвовать в Олимпиадах Денис начал еще в шестом классе. Притом не только по географии. Еще он интересуется английским и русским языками и даже философией. Каждый год бричанин демонстрирует высокие результаты. Например, в июне этого года он привез из Калининграда серебро шестой Балтийской международной олимпиады по географии среди школьников. А в сентябре бронзу восьмой международной олимпиады по наукам о земле из южнокорейского города Тегу. А в следующем году Денис имеет все шансы стать участником международной географической олимпиады. Ведь сегодня он один из десяти сильнейших учеников страны. Здесь можно рассказать об общей схеме прохода на международной олимпиаде, потому что она начинается с республиканской олимпиады. Там есть два тура, это две олимпиады, можно сказать. Это одна русскоязычная, ну или белорусскоязычная, именно национальная. А вторая это англоязычная. По англоязычной олимпиаде добирается 12 человек, которые знают английский лучше всего. И из этих 12 берутся на сборки по подготовке к международной олимпиаде те, у кого есть диплом из этих 12. И там уже на самих сборах происходит отбор. В следствии этого отбора я прошел и на Балтийскую олимпиаду, в которой участвует 8 человек от страны, и на олимпиаду по наукам о земле. Конечно, все эти достижения были бы невозможны без преподавателя Елены Соколовской. Она вспоминает, как Денис сам был безумно заинтересован предметом с первого урока. География в жизни, она приходит, наверное, с молоком матери. И все дети в первую очередь интересуются естественными науками. А дальше возникает просто трансформация через учителя, через общество, через социум, через образовательные системы. И ребенок выбирает. И выбирает в пользу географии. Потому что на сегодняшний момент 21 век – это век информации, век туризма, век глобализма. И мы никуда не уйдем от этого. География forever. За свой 20-летний стаж работы Елена Арнольдовна воспитала не так много олимпиадников, как ей хотелось бы. Но ведь главное не количество, а качество, считает преподаватель. Да и совместные планы с Денисом уже есть. Наверное, надо вспомнить Маяковского. Я планов наших люблю громадье. Вопрос другой – как их реализовать. Планов очень много. Продолжаем олимпиадное движение в этом году. И, наверное, попробуем себя в московских олимпиадах, потому что был опыт прошлого года. В этом году тоже как-то себя почувствуем в этом направлении. Конечно, хотелось бы иметь успехи и на международном уровне. Но мы будем стремиться к этому, стараться. А постараться тандему действительно придется. Ведь на международную олимпиаду поедут лишь сильнейшие ученики со всей Беларуси.